Сначала всегда сложно делать как для себя, получается. У нас были проблемы с этим, то есть мастера выполняли работу некачественно. Приходилось все переделать, это было очень много потрачено материалов, то есть большие затраты на самом деле были, и тут сыграла мотивация. То есть депримирование, какие-то штрафы, вот. Люди нацелены были потом на результат, и больше клиентов появилось, больше лояльности появилось. Были такие ситуации, то есть с самого начала я сама общалась с клиентами, и из-за того, что немного не хватало времени, я еще мама в декрете, поэтому сижу с ребенком, передавала контакт клиента именно менеджеру, который вел потом менеджер-инженер у нас, который изготавливал продукцию, и то есть они напрямую общались. И таким образом менеджеры переманили к себе клиентов, и в какие-то моменты я начала находить в соцсетях. Вот я открыла лазерную мастерскую, обращайтесь ко мне, номер телефона такой-то. Конкуренты. Из своих же получились конкуренты. Вот. И тут действительно встал вопрос депримирования, потому что либо вы делаете с нами, потому что люди получают оклад, и плюс премия за выполненные работы. То есть вы уходите из компании, у вас не будет никакого ни оклада, ничего не будет. Сами делайте, что хотите. При этом все материалы забираем. То есть станки остаются у нас, фанера, бокалы, все материалы, все это сырье остается у нас, и делайте, что хотите. Естественно, люди говорили нет, мы за компанию, и возвращались обратно. Изначально было такое то, что мы хотели понравиться всем, а понравиться всем невозможно, и то есть всем клиентам обещаешь, ну, грубо говоря, золотые горы, как мы вам сделаем в течение 15 минут, все сразу доставим, все сделаем, и просто мы физически не успевали, тем самым подставляли клиентов, были и негативные отзывы. Поэтому мы перестроили, пересмотрели общение с клиентами, говорим правду. То есть если большая загруженность, то точно сроки называем. Сейчас интересуемся у клиента, какому дню им нужен продукт, им нужна поставка. С поставщиками так же, как и у всех, нарушались поставки, сроки поставки нарушались, и поэтому у нас сейчас несколько поставщиков, то есть один страхует другого. В чем проблема была? То есть у нас заканчивается продукция, из которой мы будем изготавливать. Сейчас появился человек, который отслеживает остатки, у нас сначала этого не было, отслеживает остатки и заранее заказывает, чтобы все было у нас в наличии, чтобы своевременно предоставить продукцию. Если ты стоишь на месте, у тебя нет ошибок. Если ты движешься вперед, у тебя происходит какой-то рост, у тебя все равно будут ошибки. Главное относиться к ним с позитивом и своевременно их решать.